Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с известным эстонским сказочником, поэтом и прозаиком Энна Раудом, автором 45 книжек для детей. Он родился 15 февраля 1928 года в Тарту, старинном городе Эстонии. Свои первые произведения Энна опубликовал еще в конце 1930-х годов, примерно в 10-летнем возрасте, в детском журнале под псевдонимом Эна Самальхабе, что в переводе с эстонского означает «Эна – маховая борода». Как ни странно, самая первая книжка Энна Рауда «Так или так» вышла сначала в переводе на русский язык в 1954 году, опередив эстонское издание на три года. Первой книгой, которая принесла автору популярность, стал цикл рассказов о Сипсике, ожившей тряпичной кукле, вышедшей в 1960-е годы. Со временем Сипсик, в том виде, в каком его нарисовал известный эстонский художник Эдгар Вальтер, черные растрепанные волосы и костюмчик в широкую бело-голубую полоску, стал одним из символов детской литературы Эстонии. Решив подарить своей младшей сестре Анну на день рождения куклу, Март шьет ее сам. Лоскутки, вату и иголки с ниткой ему дает бабушка. Однако результат немного огорчает его. Кукла получилась совсем некрасивая, не такая, какую он мечтал сделать. В расстроенных чувствах Март говорит, что у него получилась не кукла, а просто Сипсик какой-то. Неожиданно Сипсик начинает разговаривать, причем только с Анну и Мартом. Другие люди его не слышат. Дети не расстаются с любимой игрушкой. Они отправляют ее на луну, залезают с ней на крышу, плавают на надувной лодке, борются с осами. В этой книге с теплотой и пониманием рассказывается об обычных детях, в жизни которых происходит вдруг нечто такое, о чем другие люди и не подозревают. У них появляется тайна. Наверное, все мы в детстве мечтали об игрушке, с которой можно поговорить перед сном. На русский язык было сделано несколько переводов. Наиболее полным и близким оригиналу считается перевод Татьяны Теппе, изданный в 1982 году. Но в современных изданиях книги используется пересказ Геннадия Муравина, где эстонские имена Март и Анну заменены на русские Максим и Аня. Иллюстрации к Сипсику тоже заслуживают особого внимания. Так, в советском издании 1980 года Герман Огородников изобразил Сипсика блондином. Брюки у него были белые в синюю полоску, но рубашка белая в красный горошек. Современное издание вышло с оригинальными акварельными рисунками романа Кашина, где каждая иллюстрация не образ, а скорее цветовой импульс и жизнерадостный посыл маленькому читателю. «Радостная, как летний день» книжка так и называется. «Сказки одного лета» в переводе Петровой. Пять сказок длинного летнего дня, когда всё растёт. И цветы, и цыплята, и телята. Понимание – радость для героев этой маленькой книжки. Непонимание – источник всяческих бед. Как это хорошо – понимать, узнавать, догадываться, интересоваться тем, что похоже и не похоже на тебя самого. Рисунки в книге сделаны Майем Митуричем. Они лаконичны, но сказано в них много. Со страницы на страницу переходят круги. Символы солнца и луны, голубые и розовые – это краски летней зари. Круги. Энна Раут писал также замечательные детские стихи. К 75-летию со дня рождения автора вышла первая книга его стихов на русском языке в переводе Людмилы Симагиной «Рыба ходит, колобродит». Это смешные стихи для весёлых детей, для тех маленьких читателей, которые любят чудеса и превращения, ассоциации и каламбуры, игры в слово и со словом. В издании использованы параллельные тексты на эстонском и русском языках. А украшают книгу красочные, хотя необычные иллюстрации дочери Энна Раута, художницы Пире Траут. Вот только одно стихотворение на эстонском и русском языках. «Хождение под водой, всяка рыбка ходит, прыбка. Под водой она бежит, там ведь путь её лежит. Так и ходит дни и ночи, булькая, когда захочет». А несколько лет назад вышла ещё одна книга стихов Энна Раута «Тыквалуния» в 2011 году. Переводчик этой книги известный петербургский поэт Михаил Яснов, получивший не одну литературную премию за своё поэтическое мастерство. В детских стихах Раута весёлая простота и свежесть, яркая фантазия и шутки, искусная игра рифмами, словом и чуть-чуть печали. «Тыква луния. Ежели тыква кругла и полна, выйдет из тыквы большая луна. Выбери ночь, чтобы была посильней. Жёлтую тыкву подбрось посильней. Пусть же всегда в декабре и в июне будет у нас во дворе тыква луния». Энна Раут также пересказал для детей эстонский национальный эпос «Каливопаэк», который был создан на основе народных песен и сказаний в 1857-1861 годах. Энна Раут писала и для подростков. «Это повести, история с летающими тарелками. Герои повести просто проводят каникулы за городом, дружат с местными ребятами, участвуют в их забавных приключениях. Тут не обходится и без соперничества мальчишек, наперебой стремящихся произвести впечатление на девчонок. «Нержавеющая сабля», «Тамагавк выкопан» и другие. Кроме того, Энна Раут написал сценарии к шести мультфильмам. «Маленький мотороллер», «Яак и робот», «Хитрый анс и нечистый», «Такие дела», «Клоун и кропс», «Пылесос». «Муфта», «Полботинка» и «Маховая борода» – традиционная для русского и некоторых других переводов в названии популярной серии детских сказочных книг эстонского писателя о приключениях трех маленьких существ – «Накситралей», «Муфты», «Полботинка» и «Маховой бороды». Сказку рекомендую для чтения детям от семи лет. Серия книг о «Накситралях» состоит из четырех повестей сказок, написанных Иоанна Раудом в 1970-1980-х годах. «Накситраля», «Книга первая», «Накситраля», «Книга вторая», «Опять эти», «Накситраля», «Книга первая», «Опять эти», «Накситраля», «Книга вторая». Иногда цикл делят всего на две книги – «Муфта», «Полботинка» и «Маховая борода» и «И снова муфта», «Полботинка» и «Маховая борода». Русский перевод «Льва Вайна» одобрил сам Рауд. В оригинале цикл носит название «Накситраля». «Накситраля» – маленькие человечки, похожие на гномов. Рост «Накситралей» в пределах 0,5 метра. Из-за маленького роста «Накситралей» другие персонажи книги иногда принимают их за гномов. Но, в отличие от традиционных гномов, муфта и полботинка не носят растительности на лице, а борода «Маховой бороды» – из природного мха. На «Накситрале» ведут вполне человеческий образ жизни. Они едят обычную еду, пользуются автотранспортом, ходят по магазинам, кафе, выезжают на пикники в лес, проходят курсы лечения в больницах. «Маховая борода» имеет необычную бороду из мягкого оленевого мха, в которой растут ягоды, брусники и полезные травы. Почти всегда спит под открытым небом. Убежденный сторонник защиты природы и бережного отношения к ней. Часто рассуждает на серьезные темы – охрана окружающей среды, здравоохранения, общественные отношения. Принято считать, что прототипом этого персонажа является сам «Нараут», так как многочисленные рассуждения и размышления маховой бороды являются отражением взглядов самого автора и одной из ключевых тем цикла книг о «Накситралях». Вторая часть тетралогии о «Накситралях» завершается высказыванием маховой бороды. В природе должно царить равновесие. Полботинка. В качестве обуви носит ботинки с обрезанными носами, так как в них удобнее шевелить пальцами ног. Делает это даже во сне. Муфта. Автокочевник. Обычной одеждой не пользуется. Всегда одет толстую муфту, которая застегивается на молнию и закрывает его с головы до ног так, что видны только его макушка и пятки. Владеет автофургоном красного цвета. Хозяин собаки по кличке Воротник сочиняет стихи. До того, как подружился с остальными, писал сам себе письма до востребования в другие города, а потом ехал туда и получал письма. Найдя себе настоящих друзей, переквалифицировался в поэта. Журналист Эдуард Зибницкий отметил очень эстонский, маленький и уютный мир этой сказки. Путешественники – маленькие сказочные человечки. Колеси откажутся в пределах одного и того же замкнутого мира. Там есть всё – города, дороги, леса, реки, мосты. Но леса не бескрайни, дороги не бесконечны, города не огромны. Всё подогнано под пропорции частного человека, даже маленького человека. Кажется невозможным покинуть этот сказочный и одновременно обыденный мир, дружественный и уютный. В 1981 году вышел диафильм «Муфта, полботинка и маховая борода» на основе первой части цикла «Повестей сказок Рауда». В 1984 году по мотивам первых двух книг на Таллинфильме был снят двухсерийный мультипликационный фильм «Муфта, полботинка и маховая борода». За первую книгу серии «На кситралях» в 1974 году Энна Рауд был награждён почётным дипломом Международной литературной премии имени Ганса Христиана Андерсена. Классик детской литературы Сергей Михалков так объясняет секрет успеха эстонского сказочника. Книги Энна Рауда на живых или созданных его фантазией и примерах могут объяснить нам, что такое вечные законы человеческого сердца и человеческого чувства. Ведь герои писателя добры, а их отношение к окружающему миру сердечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова